Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас в следующем пойдет настройки Power Query. Power Query – это инструмент для обработки данных. Это будет обзорное видео, я расскажу, какие основные моменты для обработки данных имеет Power Query. Здесь не будет каких-то тонких нюансов, подробностей языка M, это, в принципе, и так полно в сети. Самое главное – это понимание. Да, далее уже будет понятно, нужно это вам или не нужно. Да, то есть, посмотрев это видео, вы будете понимать, как работает Power Query. Если вам нужны индивидуальные обучения, да, вы можете найти ссылку под этим видео, записаться на тестовый урок, определить фактический уровень ваших знаний, исходя из чего будет построена программа по обучению Excel. Окей, перейдем к уроку. Первое, что нам необходимо понимать, то, что настройка Power Query можно разложить как стрелочку, кружочек и квадратик. Это не моя методология, просто в данном случае она наиболее актуальна. Где стрелочка? Это у нас загрузка данных. Да, то есть, загрузку данных мы можем осуществлять из множества источников. Четчем занятием мы, конечно, рассмотрим основные, которые есть. Обработка данных, то есть, приведение данных в нужный нам формат. И, соответственно, выпуска. Также существует несколько вариаций выпуски, которые мы сегодня рассмотрим. Итак, первая задача, с которой мы рассмотрим, это, конечно, относится к стрелочке. То есть, мы сейчас загрузим данные, да, из файла, вот, из таблицы. И, соответственно, сделаем сравнение. Для того, чтобы загрузить из диапазона, мы заходим в данные, выбираем из таблицы диапазона. Самые частые команды вынесены на ленту инструментов. Нажимаем ОК. Вот у нас диапазон преобразуется в умную таблицу. Соответственно, далее мы попадаем в редактор Power Query. Нам необходимо назвать этот запрос Бельгия. Да, имя можно поменять справа. Ждем прогрузку. Называем Бельгию. Нажимаем ОК. Если рассматривать структуру, окна Power Query. Да, это как бы мини-окно Excel, где вверху у нас находятся ленты инструментов. Справа у нас находятся параметры запроса. И слева, соответственно, все запросы, которые у нас есть в данной книге. То есть, в центре это область предпросмотра, рабочая область. Здесь можно изменить название столбцов. Данные напрямую в редакторе Power Query, то есть ящейки редактировать нельзя. Название менять можно. ОК. Далее нам необходимо выбрать вариант сохранения. Это квадратик. И первый из вариантов, который мы рассмотрим, это у нас только подключение. Только подключение дает возможность сохранить запрос. Позволяет сохранить запрос, не выводя его на лист. Нажимаем ОК. То есть у нас запрос справа появился. Вот он есть. Соответственно, на листе его нигде нет. И обратите внимание, что таблица была преобразована в умную. Вот если мы сейчас нажмем закрыть. Да, у нас про квадрат окно, но чтобы его опять изобразить, можно перейти в окладку данные, выбрать запрос соответственно подключения. И делаем второй запрос соответственно из файла. Выбираем получить данные из файла, из книги. И выбираем, допустим, книгу. Заходим на рабочий стол. Выбираем нашу папку. И выбираем белье. Ждем прогрузки. Выбираем лист. Если бы у нас было несколько листов, можно было бы поставить галочку нескольких элементов. И нам необходимо изменить, потому что запрос у нас в Бельгии есть. Мы сейчас сделаем тогда его данные. Соответственно, затем изменим. Нажимаем. Нажимаем. Мы выбираем. Создать только подключение. ОК. И еще один из часто используемых, это импорт из файла, из текстового и из CSV файла. То есть у нас сразу определился файл. Выбираем импорт. Далее нам будет предложен, какой разделитель считать за начало нового столбца. Мы выбираем точку с запятой. Все. Получилось ОК. Далее мы понимаем, что у нас название правильное. Да, в редакторе нам делать нечего. И поэтому мы нажимаем сразу скрузить В. И здесь выбираем создать только подключение. То есть у нас появилось три подключения к трем таблицам, с которыми мы в дальнейшем будем работать и разбираться. Также стоит сказать, что бывают импорты с папки, когда мы берем все файлы с папки. Да, и еще часто импорт это импорт из интернета, допустим, там с сайта или с Google таблицы. Вот, что в принципе очень удобно. Переходим непосредственно к второму этапу. Это у нас кружочек и квадратик. То есть для того, чтобы добавить запросы друг по другу, мы можем использовать инструмент, который называется добавление данных. Добавление данных подразумевает под собой то, что данные будут добавлены под таблицу, которая находится сейчас у нас. То есть можно сделать это здесь, объединить данные и добавить. Или же непосредственно в самом редакторе Power Query, объединив их в новый запрос или создав существующий. В данном случае у нас три таблицы. Да, если было бы две, можно было бы здесь сразу выбрать. Мы выбираем три и добавляем наши таблицы. Самое главное понимать, что если столбцы у нас название имеют одинаковое, значит они будут аккуратно добавлены друг по другу. Если столбцы имеют различие в написании. Вот таким образом у нас получился запрос из всех данных, который мы можем выбрать на лист и там его более подробно рассмотреть. Это как раз второй вариант вирус. Когда мы выбираем таблицу, выбираем имеющийся лист и соответственно выбираем ячейк. Ок. Происходит загрузка, даунная таблица на лист и в итоге мы получаем полную таблицу. Также ее можно будет потом в дальнейшем преобразовать в диапазон и у нас получится обычная таблица. Если нам не нужно обновление данных. Если допустим мы захотели обновить данные в нашей таблице, то есть растянули ее по максимуму, доведем 200 строк, перейдем сюда, обновим и у нас соответственно данные также будут подтянуты сюда и добавлены вниз, что конечно же очень удобно. Следующий пример это объединение запросов. Объединение запросов подразумевает что-то общее между функцией VPR. Да, и также есть еще пять различных вариантов объединения, которые конечно в обзорном видео мы рассматривать не будем. На данный момент это не имеет никакого смысла. То есть мы объединяем запросы по двум столбцам. Два запроса, Бельгия и Дания. Заходим в данные, выбираем получить данные, далее выбираем объединить запросы, объединить. И выбираем соответственно Бельгия и Дания. Окей, далее нам нужно сделать объединение по двум столбцам. Все дело в том, что у нас вид материала везде повторяется. Да, как вверху, так и соответственно внизу. Вот, чтобы нам выделить несколько столбцов, мы используем клавишу Ctrl и выбираем. Один, два. Да, также обратите внимание, что у нас здесь появляются цифры. Да, если допустим здесь мы возьмем обратное соединение, да, то мы увидим, что 0 строк всего совпало. Потому что порядок выделения столбцов у нас был разный. Если мы сделаем соответственно так, да, мы видим, что 9 строк все окей. Найдено. И, как я уже говорил, у нас есть шесть вариантов объединения. Да, первый вариант это, когда у нас данные формируются на основании левой таблицы, в данном случае первой. Нажимаем ОК. И попадаем, соответственно, в редактор. Далее, когда у нас редактор погулялся, в принципе, мы не видим разницу. В чем же была разница? Нам нужно, допустим, из таблицы Дания. Да, вот здесь есть такие две стрелочки вправо и влево. Да, это означает разворачивание. Нам нужно, допустим, количество. Да, по Дании. И вот мы добавили отдельный столбец, куда поместилось количество, соответственно, по Дании. Теперь мы можем ее загрузить в сводную таблицу. Если мы нажмем галочку «Добавить модель данных», мы также потом можем эту модель данных использовать для построения сводной таблицы. Добавим. И потом на основании нее в новом листе построим сводную диаграмму. Ждем, пока у нас появится прогрузка. Так, убираем запросы. Заходим в список полей. Да, и нам, допустим, видим, что у нас есть источник. И, допустим, возьмем вид материал. Таким образом, получим сводную диаграмму. Теперь давайте подведем итог всему вышесказанному. То есть Power Query – это надстройка, которая дает возможность обрабатывать большие объемы данных, находящихся в разных файлах, источниках, да, в интернете или файлах. Мы можем их обрабатывать, объединять, добавлять, да, преобразовывать в нужный нам вид. И, соответственно, выгружать. Выгружать, создавая только подключение, добавляя их в модель данных. Выгружая на лист видеоумные таблицы. Выгружая на лист как сводную таблицу или свою диаграмму. С вами был Полянский Алексей. Спасибо большое за просмотр. Подписываемся на канал. Всем пока-пока. Продолжение следует...